Помните знаменитую российскую фабрику троллей, когда сотни сотрудников из офиса Больги написали комментарии на всех языках мира под постами в социальных сетях? Так вот, ей на смену пришла теперь новая структура — фабрика фейков. У нее уже не один, а десятки офисов во всех регионах России. Около пяти тысяч сотрудников. И задача уже не комментировать новости, а самим их создавать. Биолаборатории с боевыми птицами, таблетки для повышения агрессии украинских военных, усталостью Европы от украинских беженцев — эти и тысячи других фейков — это дело их рук. Кто и как создает фейки об Украине, кто это курирует и оплачивает, я поговорил с коллегами, которые провели независимое расследование и расскажу обо всем прямо сейчас. Новостями, которые пишут на новой российской фабрике, заполнен не только интернет, ими пестрят российские газеты и даже кулинарные сайты. А придумывают это все сотрудники вполне официальной структуры, в которую вливаются миллионы рублей из госбюджета России. Название максимально неприметно — автономная некоммерческая организация «Диалог». Центральный офис в Москве. А подчинение напрямую администрации президента России. Российские оппозиционные журналисты разыскали инсайдеров, которые рассказали — волной фейков в Кремле — решили ответить на сообщения с фронта. У них было совещание, на котором они думали, как они должны информационную войну отрабатывать, и просто не придумали. А давайте мы просто будем придумывать новости плохие про Украину. Но знаете какого рода эти, так сказать, новости? Ну вот, к примеру, премию выписали автору идеи о том, что жители Харькова якобы пишут в соцсетях, что работники ЖЭКов развесили объявления, просят людей оставлять двери квартир открытыми, чтобы теробороновцы в случае необходимости могли зайти и оборудовать там огневые позиции. Вброс сделали через одного из популярных российских военкоров и, конечно, фотографию этого самого объявления тоже приложили. Но, как выяснили журналисты-расследователи, сделано это было фото не в Харькове, а в Москве. Как нам рассказывал источник, они специально нашли какую-то дверь, которая ужасная, обшарпанная дверь, повесили это объявление, на нее сфотографировали, а потом отослали так называемым военкорам российским, которые это все поставили в свои соцсети без всякой задней мысли. Причем главный принцип работы новой фабрики фейков – не заморачивайся, ведь для своих сообщений они даже не пытаются придумать хоть маломальски правдоподобную легенду. Так называемым писателям важно придумать историю погромче, а затем отдельная команда создает ей подтверждение, причем буквально на коленке. У нас есть буквально список этих фейков, которые нам передал источник, которые распространялись, например, что украинским военным дают таблетки для агрессии, например, или что они там свои награды продают на eBay. Один из фейков был как в Европе, значит, все устали от украинских беженцев и буквально там развешивают листовки – убирайтесь. И мы буквально в Москве нашли вот эту самую стену, которая якобы немецкая стена в немецком городе, на которой был сделан этот фейк. Еще один мой коллега рассказал, как создаются такие фейки для соцсетей. Там ведь криво слепленных фотографий уже мало, нужна картинка, и ее делают, воруя чужие кадры из путешествий. Ну вот, к примеру, недавно фабрика фейков разогоняла видеоролик «Турист идет по центру Парижа и якобы случайно проходит мимо лайтбокса с рекламой». Чего бы вы думали? Продажи с аукциона сокровищ Киева-Печерской лавры. На ютубе выложено довольно много видео, которые представляют собой прогулки по разным привлекательным для туристов городам. И они начали находить на ютубе эти ролики, подрезать их, выбирать 30 секунд, например, какой-то фрагмент. И там есть либо какой-то стенд на улице, либо автобусная остановка, либо огромный медиафасад на пол небоскреба. И просто монтировать туда подобные фейки. Таким же образом создается серия роликов, а новые до сих пор брасывают в соцсети компания в самом разгаре о том, что в центре европейских городов местные якобы рисуют огромные граффити, демонстрируя таким образом усталость Европы от украинских беженцев. Ну смешно. Недавно целую серию из Варшавы опубликовали, но вот только в Польше никто этих надписей не нашел. Значит, все муниципальные службы отрицают. Они говорят, мы ничего такого не видели, ничего такого не убирали, нас никто не просил убрать. Нигде, ни в соцсетях никто это не постил. Все граффитисты, профессионалы, которые попросили наши коллеги, фактчекеры из других стран, говорят, что вообще нереально это создать так, чтобы это никто не заметил. Потому что это сложная, трудоемкая работа. Или вот в СССР патриотические паблики обошла новость, мол, на асфальте в центре Цюриха появился рисунок против Украины. Журналисты-расследователи взялись разбираться. Наши, по-моему, немецкие коллеги поехали в Цюрих поспрашивать, что там, значит, с граффити. И там какой-то мужчина вспомнил, да, там вот стояли какие-то люди, просто сидели на корточках с мелками и их фотографировали. Но они ничего не рисовали. И таким образом, собственно, стало понятно, видимо, как это делается. Что люди ездят, изображают, что они рисуют граффити, а на самом деле это граффити потом накладывают с помощью фоторедакторов. Казалось бы, ведь есть золотое правило любого СМИ. Находить не перепечатку, а дойти до первоисточника и проверить его. Понимая это, фабрика создала множество каналов, по которым распространяются подобные фейки, и все они ссылаются друг на друга. Источник вроса при всем желании не найти. И что удивительно, это часто срабатывает даже с антипутинской аудиторией, которая почему-то уверена, что официальную российскую пропаганду несут только Russia Today, Симонян, Доскобеева с Поповым. А всему остальному можно верить. Для очень большой аудитории как в России, там антипутинской, антивоенной, так и русскоязычной аудитории, которая живет за пределами России, так и для нерусскоязычной аудитории в целом, для них пропаганда это Соловьев, Киселев, Скобеева, там основные официальные лица, типа той же Марии Захаровой. И они считают, что вот там появляется пропаганда. Ну, нет, пропаганда появляется в огромном количестве телеграм-каналов, в которых сотни тысяч миллионов подписчиков, за которыми нельзя строго доказать, кто стоит. Они анонимные. Диалог они начали использовать еще во время коронавируса. Потом они агитировались за изменения в Конституцию и новый срок Путина. Но с началом вторжения денежные вливания увеличились в разы. Причем средства действительно идут напрямую из российского бюджета. За них вы удивитесь. Фабрика не только держит на гонорарах журналистов и блогеров, но и скупила сайты и каналы, далекие от политики. Зато теперь ищет хозяйка на кулинарном сайте рецепторта, а ей вместе с ним подсовывают информацию о ходе так называемой СВО. Гуглит, как поливать фикус. Получают нагрузку, заметку о поддержке Путина. Они сидят на совещаниях, они договариваются, какие фейки они будут распространять. Есть, например, какие-то сообщества в Одноклассниках, ВКонтакте, которые диалог уже скупает. То есть, например, какой-нибудь паблик про, я не знаю, рецепты. Диалог покупает этот раскрученный паблик, и дальше вместе с рецептами идут опять же новости какие-нибудь про Кремль, что выглядит дико. А есть действительно какие-то паблики в том же Телеграме, и диалог просто им кидает как бы новости, мол, я очевидец, смотрите, вот я что нашел. Или там, я живу в Германии, в моем городе, там, ненавидят беженцев. И, ну, авторы этих пабликов, они как бы не заморачиваются с проверкой абсолютно, они просто ставят эти новости, как действительно, как будто им очевидец какой-то об этом рассказал. Курирует фабрику фейков лично Сергей Кириенко, первый зампред администрации президента России. Причем инсайдеры рассказали расследователям, что курируют не просто фигурально, а сам отбирают фейки. И доходит до смешного. То есть у них там совещание буквально с Кириенко. Кириенко даже мониторит посты, мониторит даже фейки, которые они придумывают, даже обратную связь дает. Например, этот фейк мне не понравился. Там, по-моему, был фейк про то, как какие-то девушки, значит, в нижнем белье предлагают жертвовать ВСУ. И он такой, что это такое? Они слишком красивые, не надо такое делать. В итоге при таком-то шефе диалог из небольшой конторы с офисом в Москве вырос до структуры, имеющей представительство по всем регионам России. Множество филиалов, тысячи сотрудников. Ну и нагрузка у них немаленькая, а поскольку им поручили контролировать, не поверите, странички в соцсетях всех финансируемых из бюджета структур и учреждений, всех школ и даже детских садов. И полномочия огромные. Запросто могут снести пост, который напишет мэр или губернатор. Есть федеральный закон, согласно которому у каждого губернатора, мэра, у каждого чиновника, у каждой школы, больницы и любого административного учреждения должна быть страничка в соцсетях. Вконтакте в основном. А диалог тот, кто за эти соцсети отвечает. То есть это такая буквально вертикаль власти. То есть губернатор, он не может в соцсети написать все, что угодно. Нет, это все делает диалог, который под контролем администрации президента России. И этому самому диалогу под контролем, ну не только губернаторские соцсети, а еще и вот там те же школы, например. По подсчетам независимых журналистов, штат фабрики фейков уже превысил 5000 сотрудников. И это не считая фрилансеров. Некоторые даже не понимают, что вообще это за организация такая, и чем они, собственно, занимаются каждый день. Людей частично нанимали вслепую, рассказала мне Мария. Я говорила, например, с несколькими студентками из регионов, которые даже не представляли, где они работают. Иногда им присылают новости, которые нужно поставить, которые как бы не обсуждаются. Про того же там Кириенко и там условные биолаборатории и все такое. То есть они даже не понимали, где они работают. Они даже не знали, что это за организация. То есть они там тупо платят в конверте и все. А хорошим результатом работы искренне считают, что если в поисках, рецептах, выкройках одежды, уроках по вязанию, советах разведения цветов, россияне, как бы, между прочим, прочитают пару строк о Путине, потерях Украины и победах России. Причем берут не качеством текстов, а количеством. Да-да, приняли решение, что если один фейк запостить сто раз, то он, мол, забьет реальную информацию. Даже если человек ее где-то и прочитает. Проблема в том, что, как бы, диалог, его щупальца, они везде. То есть они, там, допустим, моя мама будет сидеть в одноклассниках, все новости, которые ей попадутся, будут пропагандистские, диалоговские новости. Потому что, ну, там, нормальных источников она просто до них не доберется. И, конечно, когда оно такое, как бы, из каждого утюга, из каждого паблика на тебя льется, то ты не понимаешь, что с этим не так. Ты, ну, ты правду просто не узнаешь. Ты будешь постоянно читать новости про биолаборатории, про зомбированных критских солдат и все такое. При этом, если в СМИ или соцсетях появляется критика, это она не мимо бдительных цензоров из диалога проскочила. У них есть свой план по критике, чтобы информационная картинка не выглядела чересчурш приторной и создавалась иллюзия, что никто никому рот не закрывает. Тут действует такое правило. Если что-то в российских СМИ не независимых от тех, которые остались в России, условно, появляется, то это уже было согласовано Кремлем. То есть просто так не появится ничего. И даже, условно, там, жалобы жен мобилизованных, конечно, это тоже все под контролем. И вот что удивительно, многие фейки с фабрики не просто при детальном изучении, а на первый взгляд уже кажутся халтурой и подделками. Казалось бы, при их-то бюджетах, да еще и с появлением искусственного интеллекта, могли бы, по идее, работать более качественно. Но, оказалось, так даже задача не ставится. Потому что многие в России сами хотят быть обманутыми, хоть никогда в этом и не признаются. Ведь фейки дают возможность не испытывать чувства стыда за войну, за решение Путина, которого они по-прежнему поддерживают, и так далее. Фейками, как фиговыми листочками, прикрываются в спорах, ими оправдывают продолжение боевых действий, так, на украинские мирные города. И мне остается только попросить вас, когда читаете очередную псевдосенсационную новость в соцсетях или телеграме, не спешите перепощивать. Задумайтесь, может быть, ее тоже сварганили на новой российской фабрике фейков. Я Алексей Мацука, спасибо, что смотрите, и до встречи на этом канале.